Мы счастливы, а мы, мы, мы кровью Его дорогой. Иисус в нашем сердце, Спаситель благой. Иисус в нашем сердце, Иисус в нашем сердце, Победа на зон. Радость между нами, а не нас ничего, Лишь в Иисусе имели мы все. Он нашим сердцем, Он лишь один. Дивный учитель, мы счастливы с ним, А мы, ты, мы кровью Его дорогой. Иисус в нашем сердце, Спаситель благой. Иисус в нашем сердце, Он любит меня, Дает тебе счастье, лишь Он навсегда. Прими Его в сердце, следуй за Ним, Тебе отгадает Он, длинный слонит. Иисус в нашем сердце, Он лишь один. Дивный учитель, мы счастливы с ним, А мы, ты, мы кровью Его дорогой. Иисус в нашем сердце, Спаситель благой. Иисус в нашем сердце, Спаситель благой. Всякие сверны, И спаси Боже души наши. Господи, благослови на Вам предстоящие занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания божественных словес Твоих. Прибудь в этой беседе с нами, Возожги сердца нашей любовью к Тебе, к Слову Твоему. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Ты что-то там в коридоре нашла. Поделись, что там. А я сейчас его покажу. Ключи там или что. Да я уже все снимала. Подойди рядом, чтобы молодец мог снимать. Сегодня учитель наш по воскресной школе, Надя Дмуха, она повесила для детей Вот такую вот вещь познавательную, мы не знали, взрослым интересно Оказывается, ноты были изобретены, вот тут написано Итальянцем Гвида Ореце Их полные имена До, Доминус, Господь, Ре, Реру, Материя, Ми, Миракулум, Чудо, Фа, Фемилис, Планетариум, Солнечная система Соль, Соль и Солнце, Ла, Воктея Вея, Млечный Путь, Си, Сидерия, Небеса Так, подойди сюда Я вижу, ты там стоишь, что-то Сергеем говоришь, тайну скрываешь Так, как вы думаете, кто разбирается в этом музыке, больше всего из нас здесь сидящих По вашему мнению, кто? Сидит ребенок Ну-ка, облиди все глаза Девочки, вот Одного надо Ливия Так, еще кто скажет? У кого музыкальное образование? У меня нет музыкального образования, я безграмотная Так, скажи, это соответствует действительности или нет? Ну, насчет полных имен я не знаю, но насчет того, кто изобрел ноты, верно Ну, значение слов тут интересует Он заложился в это или нет? Я не знаю А вот вам, когда учат дубой, так до, потом ре, ре, ре Такие звуки издает, когда учат? Ну, дура Значит, звуки, а переложить их в слова, это уже потом люди добавили И никак к нему это не относится Вот я к чему говорю Вот у меня пришли КГБ Ну, что такое КГБ? Кто переведет? Они у меня открыли стол, а там крупно написано Камаририя гнусных безбожников Вы опоздали Уже все забрали у меня Дальше, что такое СССР? Кто знает? Союз Советский Социалистический Да? Союз Советский Социалистический Сатанинское сборище сумасшедших рабов Вот и все Вы знаете, Павла Носогинского А когда начинают петь, вот это, песниры И они одни слова вкладывают о храме, обо всем А другой совершенно о другом Под ноты, под эти уже тогда говорят А то сейчас ИГИЛ Ну скажи У тебя что-то есть такое, чтобы тебе эти слова как-то не помнить? ИГИЛ Видите как? Ну, у кого? Как ИГЛА Понятие? ИГИЛ А у меня, значит так Я их разделяю пополам, эти буквы И показываю ИГ, это мое имя ИЛ, Игнатий Лапкин То есть в этом заложено Вы меня не слушали, будете слушать, когда ИГИЛ придет Я свои несало нашел Где они? Ну теперь, если не согласны Скажите, у кого еще такие есть, чтобы первое было ИГИЛ А дальше сокращено уже, расширяя пробка ИЛ ИГИЛ ИГИЛ Хорошо, вы где-нибудь видели такое? ИТЛ Что такое? Исправительно-трудовые лагеря Игнатий Тихович Лапкин Понятно Лагеря его не было кроме меня И у меня все это заложено уже То есть моя жизнь Она, как говорится, вмонтирована в эти буквы ИГИЛ и ИТЛ Я неоднократно это видел Я забыл, что такое лапка Встречается один раз в Библии Паук лапками сцепляется Бывает в царских чертогах Вот я цепляюсь через интернет, через книги Дошел до королевских библиотек У президента Путина в моей книге Лапками И слово ИГЛА Игнатий Лапкин, сокращенно Ну ты колес, большой буквы ИГ, маленькая, ИГЛА Слова мудрых, как ИГЛА, как вбитые в гости Встречается один раз в Библии, один раз ИГЛА Скажи, ты, ну пупки, нанадей Пупок какой там еще В Библии, чтобы было видно Или Сергей, сер, пу Ничего не получается А обратно, пу, сер Тоже нет еще У нас не пусть, сер Сергей, пу, ку, сер Ну да Серп, он есть Терца наоборот поставишь, потому что пу, сер Пу, сер Понимаешь? Вот так Даже не я это выдумываю А он мне пишет там Его звать Юрий А павилья на КК начинает Он так написал, Юрка То есть его это не возвысило Ну Юрка это как бы ребенка называют И вот люди увидели, что я это делаю Ну, как бы обыгрывая своими фамилиями Они тоже начали Ничего не получается А если получается, он говорит Я не хочу даже произносить, что получается Ну я могу о себе сказать У меня получается Див И есть такое местописание Он был как бы дива для них Кто? Ну кто? Это Псалом Псалом говорит Он, как бы, говорит, был как бы для них дива Ну это с натяжкой С какой натяжкой дива? Нет, я говорю, что взять две буквы Возьми, добавка, тыгнати Что же там добавляется Он хочет Монтировать можно любое К этому делу не относятся Дориме посольный оси Надежда Васильевна, ну-ка Как у Саробряцев? Какие звуки еще? Див Див Зато ты пуп земли Времени не тратите куда больше по Слову Божьему Аминь Конечно, конечно Простите нас, Креста Послание к Галатам Четвертая глава Тринадцатая-четырнадцатая стихи Знаете, что Хотя я в немощи плоти Благовествовал вам в первый раз Но вы не презрели искушение моего во плоти моей И не возгнушались им А приняли меня как ангела Божия Как Христа Иисуса Толкованием Вы знаете, говорит он, что При телесной немощи То есть посреди преследований и опасностей Я благовествовал вам И вы, однако, не отверглись от меня Эти испытания мои То есть преследования, раны и тому подобное Не привели вас в соблазн Не заставили презирать и гнушаться мной А вместе с тем Незаметным образом И пристыжает их Показывая, сколько он вытерпел Ради них от противников Вы, так, говорит он Почтили меня Как будто я был более чем человек Не странно ли В то время, когда я подвергался Преследованиям и был гоним Принимать меня как ангела Христа И не соблазняться Теперь же, когда я советую должное Считать меня за врага И не принимать Читаем дальше Пятнадцатый стих Как вы были блаженны Свидетельствуя о вас Что, если бы возможно было Вы исторгли бы очи свои И отдали мне Толкование В недоумении И изумлении Он говорит Что сталось Вашим прежним блаженством То есть, куда девалось Все то За что Вас не ублажали Как приверженных К учителю Что оно теперь Во что превратилось Прежнее ублажение Ваше Теперь я не вижу Этого Так как вы Враждебно настроены Ко мне Прежде за мою проповедь Вы считали меня Дороже даже Собственных глаз Что же теперь Случилось Что вы подозреваете Меня как врага Странно ведь Чтобы тот Которого вы так Почтили Стал говорить вам Это Со враждебной мыслью Странно ведь Такой вопрос Как был Ну, умолчите Я вопрос Тогда буду задавать Скажите Галатийская община Павлу доставляла радость Ему радостно было С ними встречаться В свое время Радостно Да В свое время Было радостно Он же говорит Когда слушали меня Готовы были глаза Отдать свои Потом Там он еще Говорит Как будто Перед вами был Распит Христос То есть Ясно Что они Такие вопросы Задавали Что он понял Что они осознали Что такое Благовестие Да и вообще Все первые слова Которые он говорит В первой главе Явно показывают Что они все Вместе Дружно Единдушно И домысленно Приняли проповедь о Христе В начале Когда он говорил Это показывают Его начало Послания Поэтому он ими и пишет И называет их всех Святыми Ну понятно Радость была Что случилось Почему не было Там каких-то Сильных братьев Которые бы То что проникло К ним Ложное учение Не переостановили Он вообще Никого не выделяет Община не разделилась А вообще все ушли И теперь он ими Пишет послание Не просто так А дальше он говорит Вы отпали от Христа Не просто вы что-то Приняли другое Вы от Христа отпали Когда вот у нас были люди Которые там Ну просто потеряли все И начинаешь говорить О это они считают Это гуру Это гуру Ну ты откроешься на словаре Посмотри Гуру это просто учитель Которого слушается В первую очередь Гуру это тогда Христос наш Но это в Индии По-другому называется Ну нас можно назвать Вождь Сталин Можно было говорить Ну а слово вождь Фюрер Фюрер Гитлер Ну попробуй кто-то подошел Это перевод Точный перевод А теперь кто-то пришел бы Фюреру Сталину Привет Я ничего не добавил Те же слова Но только одно слово По-немецки Но это слово уже Ассоциируется С определенной личностью Нацистской И ты больше никогда Не вернулся бы Понимаешь Как можно опорочить И здесь они точно так Закон Закон Но если бы закон Просто для евреев был И они Обрезывались Но они Стали навязывать Язычникам Галатийской церкви Что вы без этого Не спасетесь Вы обязаны Соблюдать там все эти Новомесящие Там жертвы Видимо приносить И тогда Павел понял Что вы отпали От благодати Я снова должен Рождать вас В муках Как это тяжело Я смотрю на вас И слез не хватает Плакать Вы от призвавшего От благодати Божией Обращайтесь к иному Благословению Впрочем не иному Так а люди Превращающие в другое У него состояние Было у Павла Болезненное Вот такое вот Я теперь спрашиваю дальше Скажите Вам приходилось Переживать вот это Да постоянно переживаю Я лично Постоянно переживаю Вот так Ты это все Прикинь Когда Тогда ты Павла Поймешь Не просто Павел Молись за нас А ты просто Рядом будешь Сказать Можешь На меня Те же беды Навалились Господи А где может Ошибка была сделана Другие будут Теперь выискивать Ошибки Какие твои были Ну какие у Павла Были ошибки Наступил момент Нашлись люди Ну красноречивый Павла Они не могли говорить Более доказательно Что этого нельзя делать Тоже никто не мог сказать Но они отошли И Павел принял это Как данность Он показал Кто те люди Которые их смутили Через которых Они потеряли Сегодня Как-то он настолько Рассуждает Однобока Павел Не совсем Одинаково говорил У него язык Совершенно разный Галатам это одно И Господь Разговаривает Не одинаково Филадельфийская церковь И Ладийкийская Это два полюса А между ними Там Сардийская Все остальные Филадельфий Не имеет упрека Ладийкия Не имеет похвалы Полностью потеряла Все Семь состояний Это состояние А сектанты говорят Это периоды церкви были Когда церковь была такая Потом отступили Все Такого никогда не было Это такое толкование давать Вот Я одно время Когда на студии работал Работал, так сказать Выступал Еженедельно у меня Три выступления По радио было В воскресенье Была часовая проповедь Прямой эфир Вопросы-ответы И вот здесь Когда встречаешься с людьми И видишь Что с ними сделали С этими людьми Вообще Вообразить Вообще Ничего не знает Другой стороной Да это кто Такой Да то другое Он говорит Слово Божье Оно не слышит И оно просто Не то что игнорирует Оно враждебно ему И он идет И причащается И все Истина далека ему Он на смерть Отправил сотни людей Которые благословляют На войну И приходит этим Кровавым ртом Теперь причащается И идет Люди-то ничего Это не понимают На первом месте Рождения свыше Если этого нет Никакая грамота Никакие звания Доктор богословия Тут не надо докторов Лечить некого Или знаешь Или не знаешь Или кто не самой Тот против меня Это коммунисты Это коммунисты Переняли к себе Кто не с нами Тот против нас Христос Говорит именно об этом Попутно поставить вопрос А когда человек Может считать себя Счастливым Ну 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 говори Великое счастье Быть всем довольным Такое изучение Когда совесть чиста Когда мир в душе Кто еще скажет Когда тебя Можно назвать Счастливым Ну Заповеди Блаженства Там или дети Мои ходят в истине Кто-то пишет По-моему Петр Только еще раз повтори Когда дети Мои ходят в истине Радуясь Радуясь Да Радость и веселье Чем отличаются Друг от друга Радость значит Радуясь Веселье Веселитесь Вот легко Производное взять На глагол перевести А какая разница У меня сегодня Такая радость А то У меня веселье Они об одном говорили Или нет Или не понимают Или переводят Как о разном Да ладно Сказки о разном Ну просто Другое качество Радости Веселья Все Больше там Больше людей Задействовано Совместно Разместные В другом месте Павел говорит В молитвах и молениях Это не одно и то же Моление Это то что Где-то вместе молятся А молитва Это один Игнать Несколько человек Моление Это продолжительная молитва Да А молитва Может несколько слов Всего только Господи помилуй Это молитва Ну кое-чего Знаем Вон Марина Радость Это состояние души А веселье Это уже какое-то действие Проявление Этой радости Видите Какой разброс Да Добавка сказать Один к одному Апостол Павел И они И они отступили Это было Настолько Это болезненно И кого Почему он себя не винит Сегодня Сразу начинает Ну значит Нашли что-то лучшее А добра Они ищут добра Я знаю Как начинают Сразу толковать Ну по отношению Галатам Разъясните Еще вам не хватало Ладно Галатам Это Давайте раньше возьмем На небе Произошла война Третья часть ангелов Возмутилась Против Бога Еще вам не хватало Морковки не хватало Денег не хватало Инфляция какая-то На небе была Может быть Соблазнил Сам Бог Собоох Но объяснение Происхождение зла Является тайной Для всех святых Тайной И только в одном месте Библии Кромочка задевается И Златоус Уцепился за это Когда ставят Присвитеры Не должен быть Из новоначальных Дабы не подпасть Гордостью сатаною То есть Возгордился Причина одна Я сяду Сонми богов Вознесу Престол свой Больше ничего не было У сектантов Именно вот это есть Какие бы не были верующие Они уже отступают За Моисеем Что числилось Я разговариваю В видении А с Моисеем Лицом к лицу Бог разговаривал Бог подчеркнул Боговидис называется И вдруг восстали 250 людей Отличных С кадилами За счет Это были священники Не только это Адафана Верона Корея Какие знатные были Чего им не хватало А почему ты Все мы народ Божий А чем мы хуже тебя Вот и все А гуру какой-то нашелся Это настоящий гуру А сегодня это ругательно Гуру Гуризм Там начинает Дуризм ваш И чтобы быть в авторитете Это надо быть с народом В настоящем авторитете Это надо пить Есть Спать Работать вместе с ними Делиться последней Краюшку и ту пополам Вот как Совершенно не знают Как пользоваться Какими словами Весь словарь Скаженный Даже ты не знаешь Ничего Ты хочешь иметь радость Ими Я вчера просмотрел ролик один Человек Он датчанин Не такой Не уж какой-то он там Ну просто обыкновенный Среднего роста Такой где-то И он решил Показывать Как на корабли Нападают Пираты Как они грабят Там корабли Там Куда от них Надо прятаться Там Запирается от них Такой выкуп Там по 30 миллионов Корабль Корабль угоняют У себя ставят И все Сомали Самое разбойное государство Это не Где-то там Может быть оттуда Этот игилка И произошел И он решил Проникнуть к ним Самый станк В логово И дальше он Как едет Как летит И еще не открывает Тайны Пройти А там Дошел И человека нет И исчез И все И наконец Он находит Самых главных пиратов И берет у них интервью Там дальше не написано Я предполагаю Что видимо С собой были деньги И тот дает Он задает Вопрос ему Сидит один В другом месте Еще Там Селение Еще Там Самый Который Руководят Как операцию Разрабатывать Корабли И он берет И сам снимает И в это время Оператор Его вместе с ним Снимает Две кинокамеры Работают Он ни лицо Не закрывает Ничего Один закрывал Лицо И он говорит Скажите Какие у вас Бывают чувства Когда вы Ну вот корабль Сейчас на абордаж А бывает Танкер Он полтора метра Все только от воды Сидит низко в воде У нас Говорит Какое Да ничего такого нет Только скорее Ограби Да смотри А что у нас еще есть А деньги Как дели Деньги Это не наши Мы приложим Там в другом месте Будут делить Там государственные деятели Администрация Государственная И говорит Над ними Начальство Никакого нет Почему Государственные органы Не выполняют Мы взяли на себя Они в наши воды Пришли Однажды Какой-то там Ватра Услили И мы сказали Через наши воды Не проезжайте Так это нейтральное Это наши воды У нас рыбы нет И нам жить Теперь не на что И его слушаешь И думаешь Основание Это дали И теперь Счастливы Или счастливы Ну как сказать В общем-то Мне это дело Не нравится Он затрагивает Скажите А вас одобряет Домашняя Выступает женщина Как мы не любим У одной муж Где-то тоже начал Как они все против Они понимают Рано или поздно Это кончится Иногда защищают Они сунутся Отдельные корабли Их на поражение Берут и топят Сколько их И он берет интервью Национально с датчанин И все оттуда узнал Вот я посмотрел И меня затронуло Слово счастье Счастлив он или нет Счастье тогда Когда Дух Божий С тобою И когда совесть твоя Не обречается Духом Божьим Вот в этом Счастье Ой я такая Счастливая Вот я захотел От этого парня Замуж И он теперь Я все Я им обладаю И дальше Такие скорби Ее ждут А он такой Дон Жуан Он говорит Вообще на него Смотреть надо У него штаны Беспугов Еще теперь дальше Как с ним жить Она не знает Где твое счастье Я смотрю на нее Она за год Как будто 20 лет Прожила уже позади Ты же говорил У меня счастье Дети мои Я все полагаю В детях Таких Детей Ждет самое суровое Наказание И от Бога Дети тебе не принадлежат Богу В Боге Воспитанные дети Могут приносить тебе радость Если ты знаешь Уже положена Немножко дорожка Чтобы они пошли на небо Если этого нет Они будут не там Они тебя слушаться Не будут И ты не знаешь С кем она будет Ну Как Кресел Раз она-то пишет Она Своим телом Распорядиться Как я не хочу А она жена мне И в любом месте Она это сделает А пошла на работу Устроилась Муж не против Нет не против Он летчик Кто другой Теперь она дает интервью Приходит я начальник Ни слова не говоря У меня по башке Съездил Повалил Изнасиловал В ночной смене И теперь говорит Сколько раз это было Я мужу не говорю Не знаю Что теперь делать Понимаешь Это внешнее Что мы видим А здесь с Богом Ничего нет Вот ты видела Какая обстановка Ночная Одни Мужчины Зачем ты туда пошла Зачем искушалась Да и Одета она как была Показывает Раздет И у нее Как это вот здесь Вот Даже не закрывает Ничего Все говорится Лесистое Мясистое Ничего не закрыто И что теперь спрашивать Счастье Там где для Бога Как счастлив я Что ты всегда со мной А с ним живу Об этом не жалею Как счастлив я У баптистов Это в песнопении объявлено Соответствие Полная гармония С тем Что говорит Дух Святой Это может только У истинно возрожденной души А остальные Говорят они Как разожженная Хлебопекарем Печь пылает И не перестанет Пока не прогорит Что с ним будет Как это получилось Он не знает Он герой Герой Советского Союза Это вообще Герой Настоящий герой Подводник Приехал Государство Дало ему там Мотоцикл сумел купить Думал прокатить девчонку Покатил Дальше не мог удержаться Снасильничал Теперь все награды Его сняли Под трибунал Уже никто Звание с него Капитан сняли Золотую звезду Отобрали И отправили в ГУЛАГ Счастлив ты Вот теперь вспоминаю Майкл Тайсон Чемпион мира Ты кто? Первая звезда Мисс Америки Решила его Поздравить Зашла к нему А он ее тут же Снасильничал Она подала Ему Я сейчас не могу сказать Но наверное Не меньше пяти Или десяти миллионов Присудили отдать А его в тюрьму Он три года отсидел Полсрока Ну и вы хоть маленько Сожреваете Сожреваю Еще он сказал Никогда не додумаешься Что он с ней не покончил Там Чтобы ее так пнуть Что она летела Как снаряд А себя он Нет и не считает А сейчас У меня Только одно покаяние Как умереть Я столько зла натворил Его даже На него не похоже Это был Сгусток мускулов Чемпион мира Он где-то В 18 что ли лет Уже чемпионский чин имел Всех победил Побил Только бить А теперь ничего нет Голова Не соображаю Кличку он Поставил губернатором Киева Он не может Предложения даже сказать Что спрашивать Боксер Высшего класса Кто хотел Тот и бил его по башке Вот счастье в чем Он счастлив Нет Правители Я смотрю Какое печальное лицо У патриарха бывает Как он говорит Правители У Путина Сколько Невзгод Сколько врагов Притом Совершенно неоправданно Нападает Где-то может что-то есть Ну за все его Ему что-то Это же известно Все равно Но не такой же он счастлив Как тот У которого ничего нет Ничего нет А чего у них печаль У нас-то ничего Этого нет Ты отвечаешь только За себя Я видел твою внучку Когда она плакала Говорю А что она плакала Она плавала И ей не первое место Досталось И она плачет Сидит там Ну спортсменка Ну ребенок Но уже это заложено Вот я сейчас спрошу Только руку поднимайте Что такое нарцизм Кто знает Самолюбование Так подожди Руку поднимаю Смотри Так кто знает Нарциссизм Я в угол сразу посмотрю Нарциссизм Давай Я исправила Да-да-да Ну давай Ты правильно Абсолютно сказала Ну это Была такая история Мир в Древней Греции Что был юноша Который был такой прекрасный И он любил только себя На такой степени Что он приходил к пруду И любовался на свое отражение И боги его наказали Превратили его в растение И вот цветок у нас Нарцисс Да Это вот идет Как это лечение Ну а сегодня Что это за болезнь такая Где она проявляется Самолюбование Ну больше всего Конечно у артистов У кого? У артистов У артистов Точно Ну а знаете ли что Чтобы заболевшие этим И в этом повинны были Именно родители В первую очередь Они виноваты в этом Когда ребенок просто И чтобы из этого Получилась страшная трагедия Кто-нибудь знает Такой случай? То есть он действительно Талантливый У него все есть Я на днях посмотрел Документальный Он как бы фильм Ну все документальный Вот у этого У Золотухина Знакомого нам У него сын так погиб У него он там был Какой-то гитарист Этот Музыкант И Душа компании везде Ну и потом записку Оставил И сбросился А этот так С девятого этажа Ходит в школу Там музыкальная У него успехи И родители не нарадуются Какой талантливый сын Но дальше он увидел Дальше у него не идет И он стал обманывать В школу-то не ходит А тут-то выходит Закончил с медалью А у них какой-то медали нет Поступает в институт И говорит там особой важности Такой университет Медицинский Никуда не поступает Он приходит Там в библиотеке Сидит и все Женился удачно Родители давали деньги Пошли дети А он нигде не работает Год за годом идет Он перебирается в Швейцарию Уезжает в командировку А сам проживет В гостинице На воровой зале Приезжает Там куклу какую-нибудь привезет И наконец Он занимал столько денег Он знал банк Я далеко знаю Швейцарский банк Там 40% Ну и проще там брал И денег не хватает Нигде дети Пошли в школу И он понимает И наконец заводит Там короткосрочная У него любовница Такая И которая начала Подозревать его Она И один еще Вышел с правочных телефонов Где он работает Бобби этот Он просмотрел эту книгу И его там нет А почему его там нет Он говорит А что все А то пропустили Он понял Все Он там никогда не был Он просто заходил С портфелем Одет И прилично И даже Его швейцары Никто не спрашивал Знали Что он идет на третий этаж Он там где-то работает А когда стали искать После трагедии И нигде его нет И его вообще нигде Человек Которого нет Вообще нигде его нет И когда он понял Что все Дальше то ничего нет Он первым делом Он зашел в комнату И убил любимую жену Она ближе всех Подошла к этому После этого Пошел На следующий день Купил там оружие Где пришел И застрелил обоих детей После Зарешил покончить С любовницей Бросил ее Шнуром душить Она вырвалась Крепкая такая И вдруг он что-то Опомнился Говорит Я просто не знаю Что со мной будет И опять повез ее И отвез домой Поехал к родителям Родители приняли Давно не были Где внучата Он зашел никаких И обоих убил Вот представь Уже 5 трупов висит И показывает Как он на суде сидит Это документально Француз А может даже Ближе к Италии Почему-то там Швейцария рядом Видимо француз Все же И вот это болезнь И у меня вопрос возник Как лучше с ребенком Хвалить его Как говорят Но уже чаще ребенка хвалить Это все Которые занимаются Все Педиатрией Врачи Но почему Или его наказывать Надо держать строго Или какой Или вовремя Разбавить налево И направо Возвысить Кнут и пряник Кнут и пряник Да Вот представьте Что случилось Вот апостол Павел Здесь Как бы То и другое Все время использует Находит Там совершенно Незначительное Прошло Как вы были блаженны Вы готовы были Очень историю Некоторые ухватились И говорят У него глаза болели Потому что Его ослепило Когда он шел в Дамаск Ян Златоуз говорит Как мог болеть тот У которого Опоясание его Других исцеляли А его бы не исцеляли Нет конечно И вот дальше Все это разъясняют Счастье Счастье только в одном Что вечно Неприходящее Не противоречит Божьим замыслам И в тебе Это заложена Несожженная совесть Это в страданиях Всюду Везде Ты можешь чувствовать Счастливым Радостным В житях святых Такие они и шли На казнь Уже приговоренные Такое ликование Такие песни Вот если помните Камы Гридеши Когда Еще в 52 году Первый фильм был поставлен Очень сильно Как он с быком-то борется И когда нерон Поют Что они поют А когда пошел Смотреть За растерзанными Улыбаются Он не понимает Он император Все у него есть И он не смеется Не улыбается У него враги Его сметут И он сам себя уничтожит А он видел Что это что-то Выше всего Что есть на земле Вот это радость Это особенно показано Вот здесь На Пичер Стоу Вот такая была Писательница А я не знаю Кто она Она была Пуританка Видимо от Пуритан Хижина дяди Тома Ее писали С большим сокращением Это печатали В России Сейчас только в полном Она вышла Когда дядя Том Сплескает руками Закованными Гремит цепями Как счастье пья Раб Избитый Как счастье пья Это я за Христа Все принял Это житие Святого Вавилы Когда детей били Сколько Дать каждому Столько плетей Сколько лет Им одному 5 Дали плетей Другому 7 Другому 10 А этот отошел Печально Почему мне не 10 лет А только 5 Всего 5 плетей Дали А ему больше Дали То есть они ревновали О прославлении Христа И вот в этом счастье Какую-то выставку Там Рост Маяковский сделал И на выставку Почти никто не пришел Он не ожидал этого Он же такой знаменитый Ничего лучше не придумал Как застрелиться Какое счастье-то Счастье никогда Не может быть Приходящим Если оно настоящее И чем труднее Чем ближе Ты к финишу Ради кого Это делаешь Ты просто улыбнешься Ему и скажешь Пришел Раб Квой Господи Как я радостно Триумфально Совершил это шествие На последнем Девятом вале На гребне И ты увидишь его Небо открыто Это вот Путешествие Пилигрима Джона Буньяна Какие они радостные Восходили на небо Вот это счастье Вот это означает веселье Веселье Это как правило Захватывает не одного Оно передается другим А радость Она внутри Обрадованная Радость благодатная А у старобрядцев Богородица Дева радуйся Обрадованная Мария Обрадованная Видите Это как бы Обрадованная Это любое может быть А благодатная Это нет Все таки Это выше Да Я хотел закончить О себе любимом Сказать Я захожу В краевую администрацию Но тогда Не краевая администра Сказать Краевой суд И там Сидят первые лица Нашего Алтайского края Там прокурор Края Там Председатель Краевого суда И там Баварин А у них Соболь День рождения Кому-то Справляет Они меня Увидели В коридоре Заходи А мы только сейчас Про вас разговаривали В таких верхах И они обо мне Я говорю А что вы говорили Думаю По делам Как освободить Мне вернуть Надо мое имущество Да нет Мы говорили Вот мы же Собои говорили Более счастливого человека Мы не знаем Понимаете Я знать Не знаю Они сидят Я говорю А почему вы определили Что я счастливый Тем более Самый счастливый А у них Какой опыт У этих людей Вы делаете то Что вам нравится И делайте это С радостью С любовью А я показываю Папу там Делать их уголовников Потом заходит Стручков Александр Шолоховед Очень известный Там доктор Профессор И слышал Он в интернете Знаете Кому он обращается Я нашел человека Более счастливого Даже не встречал Опять ко мне обращаются То есть это не один Люди Которые не встречались И опять указывают То же самое Я делаю то Что мне нравится Но что нравится Я сверяюсь Во свете Библии А другие Которые этого не знают Они не испытали Но они В общем По мирским меркам Судят правильно Но дальше у них не идет Если он сядет со мной На эту скамейку И дальше вместе сойдем И дальше мы пойдем С утра до вечера Он это узнает Быть счастливым Это быть со Христом И делать то Что есть с радостью Сейчас пост идет А он не евангельский А я его Исполняю с радостью И в этом мне радость Что бы ни было Где бы ты ни касался Вот сейчас я выставляю В интернете Кого я находил Директоров Я пришел с подарками И у меня радость неописуемая Я дарю ему А другой-то мне помог Может Ну на 500 рублей А я ему на 1000 дарю У меня это не касается Я его нашел Я искал Он желанный Вот в чем радость Галатам 16 16 стих 4 глава Итак Неужели я сделался врагом вашим Говоря вам истину Толкование Другой причиной вражды Говорит он Я не знаю Кроме того Что высказал вам истину И обличил заблуждающихся Относительно догматов Но за это вы скорее должны Еще более полюбить меня Как исполнившего долг Опечителя Ну Сережа Ты вот прочитал Скажи Ты это к себе как-то Обращаешь Было ли у тебя в жизни Чтобы вот эти слова На тебе Проехались по тебе Траки свои гусеничные Оставили Я вот конкретно могу сказать Каждую букву Я старался Я делал Говорил о монашестве Ради монахов Говорил о мощах Ради мощей И столько же ненависти На меня Это лопается буквально Вот в интернете И все И священники И кого только нет Ну почему я сказал Почему вы не задумываетесь Я сказал Во свете Библии Идите проповедовать Я к монахам Не имею претензий Никаких Они у меня ничего Не отобрали Но они Миллионы людей Оставили без проповеди Я вот о чем толкую Зачем их ставили Епископами И они захватили Все Теперь епископ Не может быть Неженатым Все захватили Наоборот Вот Григорий Петров И говорил Мы проповедуем Они проповедуют И строят Не царство Христа А царство попов И монахов Вот в чем дело Я вот сейчас говорю Когда я не вижу Тут кое-кого Кто не любит Когда говоришь А там тут же собирается И сразу уходит Из-за чего Это поражение внутри Это там гниет Все Я ради вас старался Ради них Я говорю то Что ни один не говорил Они мне в упрек ставят Я говорю Монашество В том виде В котором оно есть Принесло зло Недобро Больше во сто крат Чем фашисты Коммунисты Масоны И мусульмане Вместе взятые Почему Потому что они Людей Которые могли бы Коммунистов сделать Христианами Не допустили Фашистов сделать Христианами Не допустили Мусульмане 2 миллиарда Могли быть христианами Не допустили к ним Замуровали Самое ценное Монахи Тошли люди крепкие Там хиликам Делать нечего было Люди с твердой волей Из которых Гвозди делать Можно было Вот о чем я говорю Я же не к жизни их Единственное что Они не пошли Идите по всему миру Господь говорит А нет Собирайтесь со всего мира И глушите А вот Серафим Саровский Вот он Серафим Саровский Евангельский путь прошел Почему Он в мир не пошел Я не сужу Я просто к Евангелию Приравниваюсь По Евангелию Бог будет судить Евангелие От Яна 12.48 В последний день Слово будет судить Мне не надо Вашей басни Почему Он сделал так Что к нему люди пошли А к нему Вся Россия шла Но это обратно Это антихристианское течение Христианское течение То что в Евангелии Идите Могу я не могу Идите Катитесь на каталках Идите Свидетельствуйте И в мире такое было Без рук без ног Ник Вучич Сколько проехал Сколько людей Которые услышали о Христе Ни рук ни ног нету И какие слова он говорит Да мало того еще Фотомодель вышла За него замуж Родился Около него привязанный Он лежит с ним там Ну видели кто Да как же мы перед Богом Оправдаемся Когда две ноги Две руки есть Какие герои веры В наше время Он живой И на меня Неужели я сделал Я им пишу Неужели я вашим врагом стал Да разве я против говорил Я говорил о том Что привело Вы погубили Россию Не было свидетелей Слово Божие Почему вы не допустили Людей до Христа Сейчас говорят Единственное Кого мы знаем Настоящие свидетели Это только свидетели Югова У них поставлено Это в задачу Четко расписано Каждый мирянин Каждый обязан Каждую неделю 35 Или в течение месяца 35 семей посетить Где угодно Кому угодно сказать А он А ему 150 Который называется у них Начальник-то 150 Ну Они часами ходят А? Они часы считают Часы? Часы Не людей А часы Часы А другие посещения Посещения Сколько посещений То есть может где-то Разное там где-то Я в их труды Вникал Смотрел как Даже жениться И то надо Разрешение получить Два года Иди как у мормонов Поработай И они учат Специально на всех языках Где племена маленькие И посылают туда людей Просто посылают У нас вообще-то Не слышно даже Как они будут Для нас судьями На суде Божьем Сами будучи осужденными Как бы этим людям Дать понятие о Христе Сегодня в этом направлении Ты бы не можешь поехать Ну встреча с тем С еговистом Да поговори Ну разъясни может что-то Я вот сегодня Два или три уже Благодарения получил Из штатов разных Из Америки Звонят люди И вот мы не знали Теперь это мы услышали Мы нашли вас Да это впервые Такое православное Понимаете как А какой я Что я им там сказал Они просто зашли И на нашем Канале Канал сейчас больше Работает чем форум Вчера только Сколько благодарностей было Мать с дочкой Там пришли Просто я не знаю Сколько Конца края нет Идут люди Посмотрели Мы сейчас вообще Ничего больше не смотрим Как нам все это Открывается В этой простоте Вы объясняете Так понятно Я о простоте не думал Я просто говорю Говорю Но не горбачься Я просто говорю Я же молился Доверяясь Богу И у меня желание Вам было рассказать Я иду Лена там С этими Дорьями поссорились И стоп Объясняет Теперь я объясняю Мне тему не надо искать Она сама меня ждет Здесь Почему? Люблю Чтобы даже Она в малом Не была В неправильном мнении Считаю Семнадцатый стих Ревнуют по вас Не чисто А хотят вас Отлучить Чтобы вы Ревновали по них Толкованием Ревность Дело похвальное Когда Когда кто Подражает Добродетели Другого Но она Делается Дурной Когда кто Нибудь Стремится Удалить Добродетельного От совершенства И эти Было Когда я был У вас На это же самое Он указывает И ниже Восемнадцатый стих Хорошо Ревновать О добром Всегда А не в моем Только присутствии У вас Толкование Не видишь Он намекает Он намекает На то Что они Соревновали Всем Совершенстве Когда находился Павел У них А также Дает разуметь И то Что его Отсутствие Породило Это зло Прекрасно Было бы Говорит Он Поэтому Когда бы Не только В присутствии Учителя Но и В его Отсутствие Ученики Мыслили Должное Ты видел Кафедры Что такое Я видел Вот так Винтом идет И вон там Ну выше Двери И там Стоит Он весь зал Видит Тебе надо Кафедру сделать Ты чтоб видел Вот за этим За плотом Ты не видишь Кто сзади сидит Там мне все время Рука поднята О Видал О Ты маленько Отшатывайся А ты В это время Посмотри Пожалуйста А были когда нибудь Драконы С динозаврами Были Или не были Да Были Библия говорит Об этом И были очень большие Метров по 50 Они люди Шли на них Там Воинов Они могли сразу Несколько человек Ударить Хвостом И погубить И какое Чрево Я считал Толщина Там Полтора метра Представьте Длина 50 метров Это В житиях Святых Неоднократно Говорится Почему Договорится Змея бегущего Прямо Змея Изгибающегося Порог Исаия Говорит Левиафан Называется Что это Мы не знаем Может быть были Может вымерли А никаких динозавров Там не написано Этого слова А написано Вот так Вот Змею Я бы мог Показать Даже Если ко мне Зайдете Сегодня Я покажу В каких Житиях По интернету На меня Зайдете Я покажу За какой день Какое Житие И сколько Видно Там Прочитать Можно было И как С ними Боролись Боролись Как Пантелеем Он идет Из меня Змея Лежит И ребенок Она укусила Ребенок Почернел И умер Но его Это не учили Он учится В медицинском Университете Он учился Его Пантелеоне Звали И он Что делать Он не знает Он тогда Господи Ну что ж Такое Делается Змея Раз Она сразу Разорвалась Пополам Он ее Даже не тронул Все А теперь Этого Отрока Перекрестил Он встал Вот это лекарство Больше чем Преподали в университете Он только может сказать Что Мертвых привозили По 4 человека А сегодня 44 Считать А воскресить Он их не может Никакой Патологоанатом Никто Так Даниил 14 Глава Он рассказывает Про змея Как он Жир там Бросил С шерстью Что ли Намешал Так это Это Даниила Даниила Да ну из чего Он видел Из какого материала Нет Это не вил А змей Последняя Какой-то здоровый Змей Из чего-то сделан Кому поклонялись Нет Он живой был Он говорит Ну а теперь царь Говорит Это точно живой Да где там Ну он выпался Этот змеюга Ну как они разбежались Там нету что Выполз Нету Нету Но они Как говорят Ему приносят жертву Но дальше было как Вилу Приносят жертву Бесчонок вина Ты скажешь Что Бога этого нет Он живой Ему баранов Ложат Он тогда пеплом Все это Потрусил Закрыл Так она вил Это вил Точно так и змеи Живым они называли То что что-то поглощал Или от него Ну так он и ел А он спрашивает Это Говорит теперь царь Ну теперь ты против этого То не скажешь Что змея живой Он говорит Теперь то что ты сделаешь Ну они живым Называют любого идола Не Так он Выполз прям Там же написано Написано Ну конечно Ну-ка давайте Отдавайте Библию Конечно Библию Откройте Данила последняя глава И в последний случай Да Открывай Надень очки Открыли А если он не выполз Тогда что На-ка Вот жильцы Сейчас подойдите Вот он Последний Сережа Ну да подожди А если мы прочитаем Что он все-таки не выполз Тогда мы его заглушим И всегда сейчас там Ну я тогда покаюсь Скажу вам Ну простите Да Это точно Не живой был К необычному спектаклю Я люблю Какого стиха Поспорить бы сейчас Что-нибудь Господь послава Что ты даже не знаешь Что-ли Кого ты крутишь Тут и суды Вот тут Последнее Читай И когда царь увидел Что они сильно настаивают Принужден был Предать им Даниила Они же сбросили его В ров львины И он пробыл там Шесть дней В рве было Семь львов И давалось им Каждый день По два тела И по две овцы В это время Им не давали их Чтобы они съели Даниила Был бы иудей Пророк Аввакум Который сварив Похлебку И накрошив хлеба В блюда Шел на поле Чтобы отнести Это жрецам Но ангел Господень Сказал Аввакуму Отнеси этот обед Который у тебя Вавилон К Даниилу У ров львиный Аввакум сказал Господин Вавилона Я никогда Не видал И рва не знаю Отнести жнецам А буква Л Маленький написана Он говорит Тут же написано Отнести жрецам И он отнес жрецам Да не было жрецов Жнецы на поле Которые жали Пишут характеристику Человек в больнице И заметили Часто молится А она не знает Что молился И часто мочился Почему мочился Это молился Это буква Л Вот Сейчас читаю Это вообще Кошмар Был на том месте Большой дракон И вавилоняне Чтили его Это с 33 С 23 стиха И сказал царь Даниилу Не скажешь ли и об этом Что он медь Вот он живой И ест и пьет Ты не скажешь Не можешь сказать Что этот бог не живой Итак поклонись ему Даниил сказал Господу богу мою поклонюсь Потому что он бог живой Но ты царь Дай мне Позволение И я умершлю дракона Без меча и железа Царь сказал Даю тебе Тогда Даниил взял смолы Жира и волос Сварил это вместе И сделал из этого ком Бросил в пасть дракону И дракон расселся И сказал Даниил Вот ваши святыни Где выполз то слово Пускай не выполз Но он живой Я говорю там про живого Говорят дракона Мы о словах Выполз говорили Ну значит не выполз Но он живой Да живым он назвал его А не живой Как не живой Когда он в пасть ему бросил Ну и что Ну что деревянный был Ну он говорит конкретно Он ест и пьет Ест и пьет Ест и пьет Они говорили Обвили Так это уже понятно Что он уже все Пролетел с этим билом Теперь то он его показывает Настоящего дракона Ну то есть змею Ну что бы он стоял в змеях Он бы императора сожрал И проще Игорь Ильич Жития святых говорят Про драконов Вот дракон вам пожалуйста То же самое Тоже живой Все тут конкретно Говорится живой Он говорит Ну этот то живой Он то видит То что он живой Того вилла там сидит Не видно Они всех идолов Называли живыми Они бы им не поклонялись Ну послание Еремия Об этом говорит Да был дракон Ну конкретно Говорится Дракон то Где вы Вы вычитали Что это Он был измей Он же говорит Он что из меди Он спрашивает Он что из меди Ясно что он не из меди Из чего Но видно что он живой Просто и все Ну как так Вы не видите здесь Я не могу понять Ну толкование возьмите Почитайте Или что А кто толкует А кто толкует Ну и Василий Великий Думаю толкует Нет Нет Не толкует Жаль Нет Игорь Владимирович Хорошо Я растолковал И что Ну а где я промазал Скажите Ну в чем Дело в том Что если Игорь Если где то был Такой дракон Ну да Вот есть Везде написано Он никогда Никого не разбирал Это был дьявол Он пожирал Убивал и прочее А теперь Это че Змей Который сделан Это понятно Измей Ты не скажешь Что он измей Он сделал такое Даша Мы не знаем Что загорелось Он сгорел Расселся Вот давайте Дальше Все я понял Я вас Теперь Давайте Библия Двадцать восьмое Когда же Вавилоняне Услышали И о том Сильно Вознегодовали И восстали Против царя И сказали Царь Сделался Иудеем Вилла Разрушил И убил Дракона Ну что тут Зачем упираться И предал Смерти Жрецов И Придя к царю Сказали Придай Нам И дальше То что он Начал читать Ну Разрушил Вилла Тогда бы Разрушил Дракона Нет Он разрушил Вилла И убил Дракона Да они сказали Игорь Их слова Зачем ты берешь За основание Это говорят Языщики Как они Привыкли Они считали Ну послание Иеремия Об этом говорит Они прямо Обращались Как православные Меня спасла Икона Да она же Живая икона Она явилась Явлением Икона Она по воздуху Прошла Православные Тут само понимают Она живая икона Они не просто Понимают Что икона Изображение Так говорят Первообразу Никто этих слов Не знает Все знают икона Казанская Там Тихвинская Они именно Иконе молятся И мы Говорят молились Не перед иконой А иконе И поклоняются Иконе Целуют Икону И думают А зачем тебе Какая разница Богородица одна Казанская Тихвинская Это поклонился Нет Это другой праздник Другой день Это живая икона Я Тогда Тогда я дальше В защиту свою Расскажу тогда Один случай Который уже Ну и Сто процентные истории Чукотские Сто процентные истории Чукчи Есть Морские Прибрежные Есть Оленеводы Они живут Глубже На материке И вот Их легенда Гласит Следующее Жил один Чукча Очень там Сильный Там он у него был Так далее Хорошо там Все Но И ум у него Был очень Очень острый И вот Один раз Он был на охоте И случилось Так что У него там Все Оружие Посломался И в этот момент Вышел Огромный Белый Медведь И на него Набросился На этого Чукчук Но у него С собой Были Шарики С жиром И с китовым Усом И он Эти шарики Начал бросать В пасть Медведю Ну так И перед Медведем Медведь Начал собирать И едать Жир Таял У него В животе Этот Ус Расправлялся Это как Такой Ус Как такие Как эти Костяные Такие И он Расплянулся В животе И начал Колоть И медведь Сам себе Вспорол Брюхо И он Еще Приволох Этого Целого Медведя И все Вокруг Обрадовались И вот Это Вот Когда я Читал Вот это Вот Про дракона Я уже Знал Легенду Об этом Чукче И поэтому Меня Вот это Сильно Удивило Думаю Надо же Как Или Чукче Взяли Это Откуда То Или Или Просто Это Какое Это Было Действенное Оружие Против Вот Этих Вот Зверюганов Больших Кажется 5 марта Житие Святого Конана Его Мало Кто знает Жития Не имеет Аналога Больше Никакого У него Работников Было Сколько Все Бесы Бесы Работали Огород Пололи Воду Таскали Дрова И Прислушивались Как Вот КГБшники А кто Плохо Против Сталина Скажет Против Конана Кто-то Говорил Они Убили Хватали Ему Тащили Однажды Пришли Разбойники Его Связали Они Его Развязали Разбойников Поймали Топчется Печь Они В печь Начали Бесы Бесы Делали Понимаете Это Не все Когда Считаешь Про него Где Удаешься Вот Один Проходит Там Где-то Пещера И Весь Народ Идет Покруг Озера Туда Он Говорит Идите Я Приду А Сам По воздуху Его Господь Туда Перенес И Они Ходили На Поклонение Идолу Который Был В пещере И Они Считали Живым Идол Обыкновенный Идол Там Из дерева Они Вытесали Там Чукчук Сделали И он Говорит Вы Верите Что Он Живой Вот Да Живой Итак Я Тебе Говорю Выйди И Он Вдруг Упал И Стал Катиться Живой Но Это Дерево И Когда На улице Он Расселся Ничего Нет Они Знаком Убить Его Ты Нашего Бога Убил Бог Вся Страна Поклонялась Ему Поэтому Это Их Мнение Они Об этом Говорили Живые Боги Сошли К нам Павел Говорил Первый Это Ерми А А другого Значит Варнава Кузевса Будет То есть Они Уже Распределяли Они Знали Из истории Применяли Игнативов Но Есть же И про Драконов Конкретно Говорится В Библии Возьмем Георгия Победоносца Ну Это Уж Такой Персонаж Которого С песни Не вытянешь И Этот Дракон То Был Которого Он Все Рисует Георгий Убил Убил Да Георгий В жизни Этого Не было Никогда Он Был В Гвардии Царя Че Ты Игорь Как Маленький Это В Видении Ну Виде Да Ну Видение В Видение Монаха И на самом Деле Было Не Не Монаха По Монаха Это Большая Разница Монах Там Видел В Видение А В Тонком Сне Тонкий Сон Такой Я Поясняю Сейчас Закончим В В жизни Георгия Этого Не Было Это Был Гвардеец У Императора Диоклетиана Это Понятно Он Обратился 21 Год И Дальше Как Он Свидетель Солобоги Как Обратилась Его Дружина Их Ведут Там Еще Другие Обратились Как Его Уговаривали Его Житие Говорили Про Жития Святых Все равно Говорим Игнать Это Понятно Георгий Это Жития После Словия Добавили Что Кто Видел Во Сне Ну Ты Сейчас Спроси Кто Во Сне Видел Видели Как Пришел Сталин И помог Сталин Помог Явился Нас Вызвали Из Плен Еще Теперь Будем Подождите Стоп Стоп Его То Видели А Дракон Был Настоящий Мы Про Дракона Пока Речь Идем А не Про Георгия Победоносца Дракон Если Был Старскую Дождь Принесли И в Это В 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 Памятник Аполлон Был Из Златоуста Аполлон Всегда Прислушивался Когда Присушивали Что Сказать Будущее И Прочее И В В В В В В Приходят Жрецы Спрашивают Он Не Отмечает Почему Не Отмечаешь Не Знаю А я Знаю От Императора Юлиана Какой Последний Приказ Слышали Он Сказал На Месте Будем Строить Что Там Дворец Какой Мертвых Надо Отсюда Раскопать На Кладбище Ну Правильно Было А Когда Он Прихотил Копать Могилы Ну Вот На Этой Лужайки А Кто Там Последний Был Не Знаем Да Какой-то Вавилу Похоронили Епископа И Его Тело Мощи Его Закрыли Уста Этому Аполлону Не Может Говорить И Император Под Видом Того Что Как Убрать Одного Не Уберешь Подряд Убирал А Те Покойники Ни при чем Это Для Виду Убрали И Как Только Этого Убрали Он Заговорил Влияние Из могилы Святого Идет И Он Закрыл Уста А Он Им Отвечал Оракул Слушали Прямо Глядят На него А он Говорит Так Это Живой Да Живой А на самом деле Ничего Нет Это Сатана Показывал Дьявол А Сама Конструкция Разрушалась Может Зажег Бросил Внутрь Сгорел И И Давайте Еще К Библии Придем Вот Видите И Говорит Он Так Все Так Надо Разобрать Библию Но Ты Царь Дай Мне Позволение И Я Умер Шлю Дракона А Ну Что Не Сказал Разрушу Дракона А Умер Шлю Ну Что Теперь Данил Ему Подыгрывает Что Ли Игорь Смотри Любые Астрономы Говорят Восход И Заход Солнца Да Нет Восход И Заход Есть Поворот Земли Почему Все Так Привыкли И К этому Даже Сегодняшние Астрономы Сегодняшние Все Люди И Понимают Восход И Заход Нет Восход Солнца Нет Его Оно Не Восходит Заходит Земля Поворачивается Давайте Пользоваться Этим Терминологией Никто Не Поймет И Поэтому Он И Говорит Он Считает Его Заживого Царь Говорит Неужели Считаешь Давай Я Его Умер Шлю Он И К Нему Не Сходит Что Этот Идол Он Ничего Не Значит Он Неживый Я Умер Шлю Разрушу Да Нет Тут Разрушу Как раз Разрушу Умер Шлю Пояснение Я Не Говорю Что Он Говорит Я Даю Понять Что Именно Ну Короче Давайте Я На Ничью Согласен А Вы Там Уже Как Смотрите Но Вы Псалом Давида Сказано И Победил Нас В Долине Драконов Там Такое Место Есть Дорог Какой-то Псалом Что За Долина Драконов Ну Где Открывай Покажи Конкретно Открыли Покажи Где Когда Дома Найдешь И тогда Придешь На Кого Драконами Называет Там Где Жили Недобрые Люди Гонители Их Он И всех Называет Драконами Ну Вот Сегодня Читали И Сделано С позорищем Перед Человеками Ангелами Как Это Так Мы Сделали С позорищем Ну Сегодняшнее Апостольское Читение Считали Каких Ангелов Я С кого Не спрашиваю Не знает Какой Для Ангелов Мы Наоборот Являемся Приятными А Почему Ну И Кто Так Вот И Все Как Бо Златоузок И Я Бо Не Сказал Ничего Он Говорит Ангелами Это Люди Которые Как Ангельский Образ Жизни Ведут Пошли Ангела Перед Тобой Ан Креститель Как Ангела Мы Приняли Как Ангела Павел Галатам Считали Приняли Как Ангела Как Самого Христа Это Мы Сделали С позорищем Вот Когда Так Делаем Для Тех Которые В Славе Живут Для Епископа Да Кто Он Такой Да Чего Он Тут Говорит Как Он Живет Бомж Настоящий Обормот Православным Нельзя Это Говорить Православие Всегда Прославлялась Бедность Убожество Вплоть До Еродства А Сегодня Не Так Он Напыщенный Вот Две Ванны У него Дома В одной Он Только Запашистые Там Вещества Распыляет Он Там В них Лежит Епископ Епископ Квасится Еще Давайте Игнать 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 Как он Говорит Ему Если Пьет Ты Не Можешь Сказать Что Этот Бог Неживой И так Поклонись Ему И он Не Говорит Что Да Это Что Ты Опять Предлагаешь Как Вил Такой же Нет Данил Соглашается Правда Живой И Начинает Ему Дальше Беседа Ты Согласись Что Они Верили Что И Вил Съедает Все И Перед Мясо Вино А он Казал Данил Что Они Под Половым Выходили Живцы Живцы С детьми И Все Пожирали Игнать Игнать Если Был Был После Этого Дракона И Это Все Понятно Но Он Был Перед Ним И Теперь Царь Уже Сам Видит Что Вил Не Живой И Вот Эти Надраканивают Эти Живцы Дракошки Этого Ну Ка Давай Давай Теперь Гляди У нас Живой А Вот Точно Дракон Живой А Ну Ка Данил Понятно То Они Хотели Его До Конца Свалить И По И Свалили Если Бо Без Меча И Жезла Его Не Убил Шариками Какими Это Было Вот Это Чудо А Дальше Там Если Он Уже Не Живой Если Он Деревянный Это Мелко Это Мелко Для Даниила Пророка Ну Должен Быть Живой Он Тут По Логике Игорь Если Это Троянский Конь Он Бросил Факел Туда Как Раз Малой Осмолил Волосы Бросил Он Горел И Рассел Все Просто Факел Тут Нету Факел Вот Что Делают Нет Понятно До чего Такой Сосав Так Я Вам Рассказал Про Медведя Зачем Ну Здесь Ты Ничего Не Распирал Волос Не Распирал Это Большая Разница Не Не Смола Присмолил Смола Это Как Бросил Туда Если Что Зажжен Он Рассел Понятно Тема Закрыта Не Выползал Он Это Правда Тема Если Выполз Разговор Закончен Я Говорил Если Он Не Выполз Я Принесу Покаяние Да Я Понял Да Не Выполз Однозначно Он Просто Там Сидел Живой Но Живой Да Потом Расселся Там Пройдет Имеют Глаза Но Не Видят Имеют Уши Но Не Слово Сказать Драхон Когда В Житиях Это Или Они В Озере Где-то Живут Или В Какой-то Глубокой Пещере Все Выползают Именно Все До Одного Жития Вот Где Там И Вдруг Волновалось Море И Он Оттуда Выползает Ну Думаю Я Не Видел Как Он Полз Одного Слова Не Хватает И Видите Какое Разношение Ну Игнать Иначе Вы Боец Конечно До Конца Апологет Ну Я Товрещик Конечно Надо Молодость Еще Победил Опыт Брат Ну Все Продолжаем 18 Хорошо Ревновать В добром Всегда А Не В моем Только Присутствии У вас Это Прочитали Дети Мои 19 Для Которых Я Снова В Муках Рождения Доколе Не Изобразится У вас Христос Давайте Посерьезнее Постал Павел Пишет Галатам Дети Мои Для Которых Я Снова В Муках Рождения Доколе Не Изобразится У вас Христос Толкование Подражает Матери Трепещущей За детей Своих Вы Говорит Он Извратили Образ Христов Который Вы Имели В себе От Крещения И Требуете Нового Возрождения И Воссоздания Дабы Опять Явился В вас Образ Христов И Отпечатлелся В вас Его Характер Опять Нахожусь В муках Рождения Снова Возрождаю Вас Посредством Мучения Но Не Отчаиваюсь Посему И Называю Вас Детьми Чтобы И Вы Не Теряли Надежды А Это Против Нов Нов Ти Ан Павел Галатов Возрождает И Обновляет А Они Нов Ти Они Не Принимают Исправления Посредством Покаяния Ты Скажи Сергей У Тебя Было Такое Чтобы Было Чтобы Заново Приходилось Возрождать Кого То Поделись Опытом С названием Именно Человек Умер И Духовно Теперь Надо Его Возрождать И Ты Бо Мучился Страдал Как Женщина В родах И Не Один День Больше За Кому Это Интересно Я Скажу Татьяна Павловна Которая С Тогула Я С ней Много Времени Провел Беседовал И Она Пришла К тому Что Нужно Быть Оглашенной Для того Чтобы Принять Правильное Крещение И Там Был Отец Михаил Тогда Еще До Вячеслава Масленникова В Тогуле Алтарь Был Сделан Немножко Неправильно Как-то Вход Был Там Сбоку Алтаря Алтарь Отделялся Вот так И Долго Месяца Три Наверное Все Продолжалось У нее Была Такая Ревностная Ну И Этот Отец Михаил Вдруг Увидал Как-то Что Ее Нет И Начал За ней Охоту Но Я Уже Понял И Мы Там С ней Всякие Проводили Беседы Я Проводил Ну Как Там Ей Все Это Быть Она Вот За дверь Может Уйти Я Ну Давай Может За дверь Она Туда Потом За дверь Ушла Он Ее Там Поймал Подойдет К ней Кадит И Стоит На Нее Смотрит И Кадит Вот Так Кадит Кадит Но Сначала Молча Потом Где-то Месяц Может Выдержал Потом Начал С ней Переговоры И Вот Он Пока Кадит Начинает С ней Разговаривать А Потом В коридоре Ушел Чего Он Там С ней Вообще Он Там Целые Беседы Там Минут По Пять Мог Откуда О Идет Дым И Стоит Там И В конечном Итоге Он Ее Развратил Своими Безбожными Какими-то Там Речами Этими Зачем Тебе Это Надо Да Покайся Все Это И Все Я В очередной Раз Приезжаю К ней Она Все Хватит Твоих Уже Лапки На Все Никого Не Надо Ты Кто Так Ты Что И В общем Полностью Все Больше Ко мне Чтоб Ты Не Заезжал Все И До Такой Степени Это Подействовало На Меня Вот Я Сильно Переживал За Нее Думаю Господи Да Как Начать И Думаю Зайду Захожу Вижу Вроде Как Оттаяла Душа У нее Так Я Обрадовался Начал С ней Ну И Вот Уже Дальше Тут Игнать Тих Ночь Работал Когда Она Приехала Сюда Ну Это Долго И Было Очень Это Годами Длилось Может Быть Лет Шесть Все Это Длилось И Конечно В итоге Она Приехала Здесь Нет Она Там Приняла Крещение Уже До сих пор Числиться Нет Уже Все Ну До Последнего Времени Но Однако Вот Опять Но Сейчас Могу Так Сказать Что Так Как Она Здесь Уже Побыла И Ну Уже Она Как бы Растворилась В массе Нашей Вот Общины Вот Не Так Это Меня Коснулось Когда Она Там Осталась И Сказали Что Она Ну Последний Раз Звонила Раиса Николаевна Да Это Стала И Там Говорит Что Так И Рассказала Что Занятия Идут Во священниках Что Не Учат Людей Там Надо Учить Она Не Соглашается Не Надо Их Вроде Того Что Трогать И Не Надо Об Них Так Говорить И В общем И Разговаривать Не Стала И Тут Причину Нашла И Что Там Лужа Или Что Против Не Понял Да Против То Что Мы Говорим Про Священников Это Ничего Не Надо Вот Надо Стоишь На Клиросе И Поешь И Все Ну То 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 Там Везде Леша Матюшин Пишет Тоже Самая История Там Священник Вроде Несколько Раз Бывает А И Занятий Нет Там У них Никаких Они Сейчас Ведут В Тогуле Что Ли Да Нет Валя Хапилин Я думаю Откуда Вы знаете Казахстан Ну Везде Где Пишут Карел Афина Санкт-Петербург Везде Одинаковые Против Учения Красноярск Чаще Исповедуйся Чаще Причащайся То Все Зависит От Меня Не Дам И Сдохнешь Под Забором Понятно Это Совершенно Новая Религия В 330 Раз Длиннее Чем Христос Оставил Я Сегодня Показал Понимаете Я Ничего Не Реформирую Ничего Но Почему Они Ненавидят Слово Божие Как Они Его Ненавидят Вот Я Хотел Сказать У Нас На Занятия Приходила Галина Кубайкина Вот 15 Том Говори Да Сейчас 16 Пошел Все Вопросы Слушаю Да Слава Богу Иду Сейчас Занятия Считаем Священное Описание Ну Говорите Больдезерист Который у нас был Потеряевки С чего Ради Ну И что Поругались И разводиться Сразу Что Ли Это Неправильно Алексей Жена Дается Не на Один День Она Всегда Соединяется Всегда Ну Ладно Ее Как Звать Ирина Значит Сегодняшнего дня Давай вместе Молиться Прямо Молись Скажи Господи Прости Меня Грешного Я Я верю Что Христос Умер Из-за Меня И Коснись Сердце Ирины Чтобы Она Пошла На Примирение С Тобою Только Своими словами Помолись А у вас Там Церковь Есть Без Слез Ничего Не А Я Думал Что Понятно Ну У нас Вы Хорошо Побыли Правда Вам Еще Вспомнить Как Вас Любили Здесь Ну Все Алексей Я Я Понял Начинаем Сегодняшнего Дня Молиться А Господь Усмотрит Как Это Будет С Богом Больдозерис У нас Работал И Жена Ушла Так Она Неверующая Так Он Неверующий Так А Теперь Просит И Вместе Будем Молиться Как Его Звати Ну Кто Послушает Скажет Загипноти Зазомбировал Я Спрашивают Как Зовут И Его И Е Алексей И И И Алексей И И И И И Так Вот Я Хотел Сказать О Кубайкиной Игаже Она Писала Как Обратилась Здесь В 15 Томе И Притом Она Говорила Очень Простанно И У Талант На Это Вот Подобно Этому Марина Это Два Примерно На Равных Идут Просто Писатели Настоящие Как У Настоящие Талант Но Это Я Рассказываю Любой Проверит И Вот Однажды Она Ни Слово Не Говоря Раз Не Пришла Два Не Пришла И Вдруг Перепрыгнула Православная Православная Идут Баптисты Ниже Это Которые Отошли От Баптистов Отошли Адвентистов От Адвентистов Свидетелей Игова И Она Срадует Фамилия Она Корректором Была Насколько Хорошо Для меня Достаточно Было И Марина Они пополам Поделили Эти книги Вот Они Как раз Видите В этом Деле Даже Не договаривались Они Получились Так И Она Туда И Теперь Все-таки Господь Ее Подвинул Прийти Ко Мне Сказать Она Такая Добрая Она Прям Последнее Принесет Ну Добрая И Туда Сиганула И Все Троицы Никакой Нет Души У человека Нет То есть Все Сглотнуло По полной Программе От них И Теперь Она Принесла Все Эти Брошюрки Книги Библия Под именем Библии Которая Новый Всемирный Перевод И Мы С ней Начинаем Заниматься Я С ней Сижу Занимаюсь Каждый День Она Приходит Мы Опять Садимся И Она Наконец Возвращается В общину Вот Нет А почему Ну Причина Та Что Не было Смирения И Она Тут Недовольство Очень Сильно Имела Нину Жовнерову Ко мне У нее Претензий Не было Из-за Чего Из-за Того Что Нине Давали Здесь Слово А Ей Якобы Не давали У нас Такого Нет Никогда Нет Чтобы Не Было Так Она Подошла Ко Мне Там Где Ванна Я Хочу Сказать А Гляжу А обоим Уже Пенсионерки Считают Это явно Дело Что Что-то Зашкалить Начало Я говорю Бог С тобой Да Чего Ты И Второй Раз Она Вот Здесь Вот Я Батюшке Стал Возражать Она Дошла Прям До Потеря Сознания Да Как Вы Можете Это Священник Это Батюшку Махнет И Крещение От него Принимала То Вот Это Надо Знать Меру Где Не Евангелия Не Был Через Меня Все Получил Он Для Меня Духовный Сын И Она Решила За батюшку Заступаться Что Я При Всех Тут Возразил А Возражают Зачем Он Каждое Лето Осень Собирается Едет По Мощам По Дивеев Каждый Год Это Опасно В Дороге Зачем Ты Собой Рискуешь Я Что Сказал Нет Не Так Я Вот Ее Нет Но Моя Молитва Она Была И Будет Всегда Всегда Я Знаю Откуда Она Со Скворотовским Переписывалась И Он Ей Впруснул Десятикратную Норву Яда Ненависти Ко Мне И Она Сглотнула У нее Раз Уже Недовольство Было И Все Он Начал Там У них Епископа Нет Для Ничего Не Надо Было Она Никуда Не Ушла Не Ушла Но Она Того Не Имеет Что Имеет Она Ходит Патриархина Я не знаю Следить Теперь Никто Не Будет Куда Она Еще Пойдет А До Этого Ни У Кого Такого Не Было Где Она Была Там Ивановцы Какие Причинники Слово Какое То Причинники По Причинному Месту Бьются Или Что И Она Говорила Это Все Написано Это Ее Слова Написано В 15 Томе Открытым Оком Где-то Она Очень Добрая Я Еще раз Говорю Она Столько Сделала Перепечатала Вот Это Александр Мень Беседы Перевести В Борт Это Она Все Сделала Она Корректировала Один Раз Я Сильно Торопился У меня Три Книги Одновременно Выходили Задержали Там И Сразу На Три Книги Бог Дал Мне Это Она Еще Двоих В Алтайской Правде Рубцовой Там Еще Какую-то Корректор Приспособила Здесь Ну Я Рассчитался Книгами Так Что Вот Помолитесь О ней Понимаете Очень Авантюрный Характер И Жалко Ее Она Ревностная Но Себя Не Смирила Ни Кротости Ни Смирения Нет Вопрос Последние Минуты Занятия Вопрос Такой Расскажите Пожалуйста Что происходит С душой Покинувшей Свою Телесную Хромину С праведной То есть Душой Надо полагать Происходит Что И с неправедной И Написано Так Еще Пожалуйста Поподробнее Повторять Чужое Не надо Я только Сошлюсь Могу По частям Надо найти Где Много Можно Житие Василия Нового Житие Василия Нового Там Подробно Все Ведение Феодора Цареградской По Мытарствам Об этом Много Разговаривает Олег Синяев Это Все В интернете Легко Заведи Только Олег Синяев Олег 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 Один Послушал Как Водум Все Он Даже Подум Оттуда Вернулся Сегодня И Так Такие Подробности Что Там Есть Я Вставая Слова Конфуция Это Не Православные Конечно У них Там Заботятся По своему О Покойниках А Другие Обращают Много Внимания Похоронили И Пошли И Вот Спрашивают Мы Покойникам Приносим Что-то Еду Как У Православной На Могилке Как Это Помогает Им Или Нет Он Говорит Если Я Скажу Помогает Мертв Хоронить Не Умрешь Сам Узнаешь Простой Ответ Умрешь Сам Узнаешь Мы Это Все Знаем А Может Доказать Священным Писанием Нельзя В Авраем Возьмем Лазарь Хотя Это И Притча Но Мы Знаем 6 Глава 9 Откровение Убиенное Про Убиенных Знаем За Свидетельство Когда Поджерстников Выпьют Да Коль Владыка Святые Истинно Не Мстишь Закрой Нашу Вот Игил Откуда Возник Я считаю Отсюда Им Бог Сейчас Мстит Через Мещ Божий Бещ Божий В лице Путина В лице Французского Шарля Деголя Корабля В лице Других Которые Сейчас Калашматят Вот Но Остальное Уже Менее Значимое Это Самый Центровой Материал Но Мне Говорят А вот Он Не Верит На Меня Говорят Я Не Обязан Верить Я Каждый День Молю Господи Ангел Ангел Мой Хранитель Не Покинь Меня В Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела Я Спрошу Никита Молимся Так Каждое Утро И Дальше Ангел Мой Хранитель Проведи Душу Мою Помытарством И Веди Ее Навеки В Вечное Царство Христа Бога Нашего Молитв Которые Не Самопальные Как Говорят А Я На Молитв Выпросил А Первых Вот Допустим Я Молюсь Пророкам Святые Пророки Умолите Господа Даровать Нам Дух Пророческий Чтобы Приход Его И Наше Отшествие Не Застали Нас Неготовыми Но Чтобы Мы На Встречу Тебе Господи Как Жениху С Горящими Светильниками Истинной Веры С Любовью Даже Сектанты Любят Придирать К этим Словам Ничего Не Могут Сказать Если Бо Не Добавил Добрые Дела Только А Делам Никто Не Спасается То Не Знают Веры А Когда Я Говорю В Духе Святом С Любовью Дела Все Попятились Потому Что Бог Будет Судить По Делам Вера Без Дел Мертва Понятно Каждое Слово Можно Расширить Можно Уменьшить Нельзя То Я Взял На Пределе Я Вымолил У Бога Эти Молитвы Вот Вы Спросили Я Молюсь Каждый День О Мотарствах А В интернете Говорят Что С ним Говорить Он Даже Мотарства Не Верит Не Знают Ничего Верю Я В Это Каждый День Молимся За Упокой Родителей Всех Православных Христиан Он Не Я Умру Все Помолитесь За Меня Чтоб Миноват Мотарств И Стихотворение У меня Написано Такое Сколько Будут Строить Перепончатых Крыл Страшных Рыл Как Будут Они Не Спешите Меня Хоронить Называется Видите Там Его Поет И Последнее Начинается Такое Последний Куплет Что Я Отошел Чтобы Молились За Меня И Били Псалтырь И Тысяча Ружей Чтобы Путь Прочистить Пройти Вот Ответ Можно Местописание Небольшое Зачту Из Третьей Ездры Седьмая Глава Жаль Что Это Не Брюссельская Библия Там Подробно Описывается Где Будут Там Души И так Далее Ну Вот Здесь Седьмая Глава И 57 Стих С 57 Ну Тут Недолго Он Говорит Он Отвечал И Сказал Это Помышление О борьбе Которую Должен Вести На земле Родившийся Человек Чтобы Если Будет Побежден Потерпеть То О чем Ты Сказал А если Победит Получит То О чем Я Говорю Я То есть Бог О чем Говорил То есть Будет Иметь Рай Главная Борьба Человека Здесь И Как Ты Будешь То есть А если Написано Душа Неправедная Что тут Непонятного Я не знаю Кто у нас Задает Такие вопросы С неправедной Душей Правильный вопрос Правильный вопрос Я задала Игорь Что в чем Неправедная Душа Ну Евангелие От Иоанна 3 глава 36 стих И там Написано Написано Последнее Что Что мы там Читали Верующий В сына Верующий В сына Имеет Жизнь Вечную Неверующий Сына Не имеет Жизни Но Гнев Божий Пребывает На нем Гнев Пребывает То есть Всегда Гнев Божий Пребывает И вот Он Умер Ну Куда С подробностями Даже не надо Лучше Знакомиться Вот Игорь Знаешь Как Точно Выбранное Место Надо знать У нас В Потеряевке Между иконами Надписи Из Святой Библии И показано Место И вот Приезжает К нам Тогда еще Был Епископ Сергий Вот этот Иванников И Считает И Прочитал А Откуда Это А там Место Не написано Мне пришлось Тогда Завтра Идти И фломастер Записать А ты Прочитай Что Его Заинтересовало И он Главно Пошел По стенам Везде Считать Молодец Какой А какое Место Еремея 15 6 Его Это Видимо Тронуло Сильно И Видимо Как бы Новинку Было Что-то И он Спрашивает Меня Где Где Это Написано Я Тогда Пришел Андрею Напиши Андрей Не Написал А я Не Мога Тереться Маленько Криво Написал Видел 15 И Дикие Ослы Нет Нет 15 6 15 6 А Вот Подожди Иремия Чуть Чуть Не Мой Любимый Пророк 15 5 Ты Оставил Меня Говорит Господь Отступил Назад Поэтому я Простру на тебе На тебя Руку мою И погублю тебя Я Устал Миловать Бог устал Да разве Бог устает Ну давайте Зацепимся А вот написано Устал Это Это приспособление К нашей речи К речи К тем Которые были Вот так и Данил Говорит им Чтобы Понятнее было Я устал Миловать Ты отступил От меня Я погублю тебя Нашлю на тебя Все беды И вот они Идут на нас Беды За отступничество Настоящего Вот говорим Когда мы сейчас По православным Поминаем Святых Отцов Каноны Зачем ты Сердиться Тому желаем Добра Нет Высматривать Что-то Найти Плохое А я знаю Вот это вот Идет сейчас Беда какая-то И будет не до нас А они первые Пойдут под нож Первые Вот тогда Они взмолятся И Господь Говорит Я устал Ты будешь взывать Я не услышу тебя Прямо говорит Потому что Я взывал И ты не отвечал Я буду для вас Барсом на дороге Медведем в засаде Вы для меня были Такими Я для вас буду А то Попы Падут Пишут Бог никого не наказывает Это Юрасов пишет Бог никого не наказывает И написано Говорит Накажу тебя И дальше Придам тебя казнем Как? Да это грехи нас наказывают Ну и Когда написано Бог наказывает Зачем тебе грехи Тут все это Написано Я Наказываю И я милую Я Я Я Взвошу и буквы Я устал миловать Какие слова Сколько можно На есть подходим Прищищаемся Опять за то же самое Не так слово сказали Уже готовы Отречься от самого себя Хотел короткую зарисовку Косточки для собак Берем на рынке Ну и мимо проходим Ну а там же все пристают И Женщины там Свинью эту продают И Вот Глядите какая там Бунжининка Там все Там Ляшечка Там все Я прохожу мимо Пост Опять пост Кто-то там заинтересуется С какой пост Я Расскажу Дальше иду Опять пост И В очередной раз Там кто-то И уже Говорю Женщина Как Уже пост И там такая Одна деваха стоит Ну типа Наталья нашей Загуляева И такая Разворачивается Вот так Макая симпатичная Такая Что Пост Вот такие Я Я говорю А что такого Ну пост Вы что Первый раз слышите Она стоит Вот такие глазенки Я говорю Филиппов Пост На 40 дней Это надо было видеть Реакцию Они бедные там Представьте Я-то про них Никогда и не думал Что они-то Страдают Больше всех Мясо не берут Да Мясо не берут У них У них Выночка Падает Можно спросить Можно спросить Можно спросить Игнат Тихоныч Ой А эти нападки У нас там котик Котик Как они подняли Они ничего Они ничего за мной Как патриархом Как патриархом Их Они не берут У них Их 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 Это вообще ничего там не было сказано. Ко мне ходит на занятия, я в университете вел занятия один, Саша Кочетков. Он даже на фотографиях тут где-то есть сидит. Ну и, а сам выпивает. Ну видно, сердечко-то и не выдержало. И вот он мне звонит, я умираю. Отец Игнатий, простите меня. Я говорю, да я еще у тебя, я не священник. Простите меня, я же к вам ходил тогда. Ну ходил раньше, ушел. Я не просто ходил, меня КГБ посылало, я додавал отчет, что я у вас видел, слышал. Я тайный был, соглядатый у вас. Саша, а что ты мог говорить? Ну что, у вас на квартире живет сестра ваша, Марфа, ну какой это секрет? Она в аппаратурном работала, Марфа. Ну и что, вы Библию изучаете? Так они и так знают. Ну ты что еще говорил-то? Что-то деньги мы прячем или ругаем Брежнева, или как? Нет. Ну что ты, да умирай спокойно, я говорю. Умирай спокойно. Я прощаю. Ничего этого, все это вы, говорят, лжете. Мне нравится житие святого Тарасия, 25 февраля, патриарх. Когда умирал, а демоны его окружили и начали показывать. А вот тогда-то было, а вот тут-то ты взял, а вот это, он говорит, все вы лжете, ничего этого не было. И вот меня окружили эти демоны. Демоны. Вот они со всех сторон, говорят, да ничего этого не было, врут они все. Ничего не было. У нас разная жизнь. И то, что они на меня нападают, это говорит определенный. Я не такой, как они. А это уже слишком много говорит. Один. Достойно есть, какого истину, блажит Детя Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искления Бога Слова рожую, Сущую Богородицу Тя вымечаем. Отец наш Небесный, Во имя Иисуса Христа Господа и Спасителя нашего, Прими нашу молитву. Мы благодарим Тебя за воскресный день, За эту святую возможность вникать в Слово Твое. Если в чем мы погрешили, прости нас, Владыка. И врагам в судный день даруй прощения, Что они говорят, а злых замысла да разрушатся. Господи, утишь и враждующих, убивающих детей Твоих, И плененных, умерщвляемых, Прими в обители Твои вечные, И нас помилуй, милости Твоей ради, Сохрани нашу страну от нашествий иноплеменных, И правителей наших от покушения на них, И даруй духовное рождение свыше патриарху, Епископам, священникам и пастве. Да высоится мир в сердцах и надежда только на Тебя. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву возделания рук, Как жертву вечернюю, благоухание, Приятное перед прессовом благодати Твоим. О, Иисусе, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Господи милосердный, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, гоним их Максима и Юлию, И болящих Сергея и Жизнин. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. По славу Божию. Спасибо за просмотр. Слава Божию. Ты что, я говорю, что я не взял? Забыл? Так, Сережа, желающие на благовески оставайтесь. Сережа, диску вести. Ждем. А где ты взял такую? Продолжение следует...